А наша страна соседка с восточной стороны, Россия, отмечает сегодня День народного единства. Этот праздник уходит корнями еще в 17 век, хотя отчет в новой истории ведет только с 2005 года. Традиционно у россиян сегодня выходной, отметили они памятную дату масштабными шествиями, митингами и просто гуляниями в парках. Максим Короткин не отдыхал, а работал. В центре Москвы, неподалеку от Кремля, еще сегодня можно увидеть остатки некогда мощной Китай-Городской стены. В смутное время, именно 4 ноября, ополчение Минина и Пожарского взяло штурмом Китай-Город. И именно в этом событии лежат корни сегодняшнего Дня единения России. Сегодня в сознании россиян День народного единства менее всего ассоциируется с историческим реваншизмом. Власти явно сделали все возможное для того, чтобы праздник объединял людей. Даже в социальных роликах, распространенных накануне, максимальный акцент сделан на семейные ценности, как фактор единства. Все мы, все народы России, многонациональные, многоконфессиональные, все мы одна большая семья. А семья, чтобы оставаться семьей, должна собираться вместе, как минимум один раз в год. Более 50 тысяч человек, по заявкам организаторов, собрались сегодня на Тверской под лозунгом «Мы едины». Как говорили участники, единство они понимают гораздо шире консолидации сугубо русской нации. Я считаю, что в рамках того, что называлась Российская империя или Советский Союз, мы были единым народом, как его не назвать, российский народ или советский народ, как его называли. Я считаю, что это был евразийский народ. Вот сейчас евразийский народ, пожалуй, термин я об этом пишу. Я считаю, что это единство должно быть, и тогда мы устоим. Путешествие по Тверской не напоминало традиционной некогда демонстрации, возможно, потому, что сопровождалась музыкой зачастую неожиданной. На маховой, показавшуюся вдали колонну, как по заказу, встретили песенным приветствием из беларусьфильмовской картины. Концерт на театральной площади – это было самое крупное мероприятие сегодняшнего дня. Впрочем, миллионы москвичей предпочли масштабу, камерные прогулки в парках и скверах столицы. Здесь не было центрального размаха, зато торговые ряды, что называется по поводу, прекрасно настраивали на начало короткой рабочей недели. Максим Короткин и Алексей Чернюк, агентство СМИ новостей, Москва.